Так выходим вправо к стиле. Чуть назад и пошел наверх. Наверх. Третья линия так идут. Пошла только первая. Пошел. Всем максимум внимательности. Вас понял. Прием. Сегодня, когда мы смотрим на события, которые происходят на Юго-Востоке, мы смотрим на эти ужасные кадры растерзанных людей, мы начинаем понимать, что угроза, которую мы тогда только чувствовали, мы еще ее не осознавали реально, мы понимали, что она, может быть, оказалась вполне реальной. То есть то, что произошло 23 февраля, без сомнения спасло Севастополь, Крымчан от того более страшного сценария, который нам готов. Он был, я уже сегодня не сомневаюсь, что он был готов нам из-за рубежа. В чем проблема, немножко коснусь, наверное, это очень важный вопрос, в чем проблема Украины была, что в силу своей такой разношерстности, можно сказать, разных взглядов, она никогда не была единой. И руководство страны никогда не могло или не хотело, наверное, скорее всего, не хотело прислушиваться к мнению простых людей. Сколько раз поднимался вопрос о проведении тех или иных референдумов по ключевым вопросам, как, например, вступление в НАТО или по арие экономической интеграции в Европейский союз, либо в сторону Евразийского союза. И каждый раз на этом было отказано. То есть была некая титульная нация, которая диктовала условия всем. К сожалению, это не всегда были достойные люди, не всегда они действительно представляли интересы Украины в целом. В то же время существовало такое мнение, что народ на юго-востоке Украины достаточно недалекий. Так вот, постоянно наслаждалось мнение, что жители западной Украины, галичане, они харизматичные, пассионарные нации. Жители юго-востока более послушные, ну, рабы. И на Майдане не раз звучала такая фраза, как генетический мусор. Это была ключевая ошибка идеологов Майдана, ну и тех их западных хозяев. Именно потому, что они, видимо, мало читали историю России и плохо знают менталитет русского человека, который, в принципе, очень миролюбив, спокоен, трудолюбив и не хочет войны. Но когда их сжимать, 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 пружина потом распрямляется с очень большой силой. Мы об этом не раз предупреждали и в публикациях на фарпосте писали, и в дебатах с оппонентами, призывая к нормальному диалогу, попытки найти общий язык. В конце концов, провести референдум, который мог бы, ну, может быть, где-то на какое-то время еще сплотить Украину, не допустить того, что произошло сегодня. Максимум внимательности, максимум. Ваш понял, прием. Ваш понял, прием.